всем привет the brush 2019 и давайте разберемся как сделать вот такую заставку погнали разбираться так вот это дело я пока удалю чтоб потом объяснять delete ok оставляем модель давайте сбросим кель настройки заходим в преференции жмем и не забрали жмем да немножко придется подождать и вот вы когда дождались у вас чистая рабочая зона и давайте подгрузим сюда именно ту модель которую вы хотите вот так вот сделать опять же ждем у меня немножко ноутбук мамонтовый подгружаем так нашу модель жмем edit alt зажатый левая кнопка мыши вот так вот подводим немножко корректируем ну где-то в таком духе можно поменять цветовой материал любой выбираем ну к примеру так смотрим как да что ну вот можно вот это попробовать вот так как сделать задний фон чуть чуть светлее заходим в документы и вот этот центр чуть-чуть введем к нолю вот так давайте подставим теперь текст тот который вы хотите как его написать это по прошлым роликам за плагины new text text 3d находим и пишем то что нам надо переводим на английский на русский shift alt на русский на английский переводит shift зажатый печатает большие буквы капс люк уже печатать большими буквами пишем и жмем enter буквы сейчас подгружаются все нормально теперь нужно модель отвести alt левая кнопка мыши вот так все это дело установилось уже на буквах стоят саптулы и жмем mof mof немножко корректируем вот так и немножко за середину за желтый квадратик уменьшаем поднимаем немножко кверху смотрим как приблизительно мы хотим все это дело оформить докуда будет наш персонаж выглядеть примеряемся на экране вот так вот где то можно вот так теперь сделать можно дайномеш именно буквам заходим в геометре сделаем дайномеш заходим теперь деформацию и немножко инфлатом надуем вот так вот так мне нравится более менее дута по мультяшному ну вот надпись есть можно и конечно теперь раскрасить переключаемся на rgb зад выбираем нужный цвет ну допустим опять же пусть будет вот такой вот кисточку можно побольше и немножко все это дело покрасить также можно вверх немножко кисточку поменьше и немножко вверх вот так вот делать белым вот так уже прикольно ну и давайте задний фон теперь вы выставим заходим в документы находим новый документ жмем да нет вот у нас расширяется полностью окно заходим мы жмем импорт и выбираем ту картинку которую мы хотим на задний план использовать картинки можно качать именно в интернете вводите задний план для 3d disney и вот такая вот штука получается вот у нас саптула есть все у нас тут находится теперь левая кнопка мыши мы это дело все вытягиваем вот так вот жмем edit и все это дело alt левая кнопка мыши корректируем вот так вот ну немножко персонажа можно переключиться на персонажа и подобрать более светлую такую светлый материал чтобы он как-то отдалялся это вот в таком духе тоже можно сделать с оттенком все прикольно можно вертеть крутить еще корректировать буквы можно крутить здесь отдельно опять же используем вот появилась гизма ну и как все это дело сохранить самый простой способ это использовать скриншоты нажимаете левую правую кнопку мыши если у нас установлен и вот сохраняйте вот так вот окно также можно зайти опять же в документы нажать экспорт найти формат вот есть форматы psd jpeg png ну словом все ходовые берем jpeg и жмем допустим название нажимаем жмем сохранить появляется вот такое окошко вот такие здесь настройки можно выбрать размер окна регулируя вот эти полоски если вам это не надо то можно даже здесь подкорректировать именно четкость вот где-то в таком духе чуть-чуть вот так этот немножко тон прибавим вот этот немножко отведем вниз вот таким вот образом немножко прибавим зеленого цвета так что тут еще есть bridges что тут яркость никогда тут не настраивал первый раз ну вот таким вот образом тут все работает прикольный вид становится вот так даже можно сделать вот так поживее будет понатуральнее и вот здесь еще вот до середины поставить можно здесь вот так вот гамму и вот это дело все теперь можно выкладывать можно без букв выкладывать и жмете ok и все это сохраняется туда куда вы это дело пошлете ну вот такая информация все всем пока до свидания а